В центре Самары Малая Венеция. Здесь есть свои разводные мосты, которые по весне уносят сильным течением. Водится даже болотная флора и фауна. Местные жители говорят, давно привыкли к кваканью лягушек. А недавно кто-то из соседей подшутил, подкинул вот такую резиновую уточку. Мол, такой глубины для большого плавания будет достаточно. Любоваться водными просторами и шутить Татьяна Александровна уже устала. В пору хоть лодку покупать, чтобы добраться до источника чистой воды – колонки. До нее пусть лежит через грязные потоки. Благо неравнодушные соседи в беде не оставляют. Она всю жизнь вода туда текла. Здесь они дом построили, там котлован вырыли. А эта вся вода у нас всю жизнь туда текла. Великий потоп местного масштаба впервые здесь случился семь лет назад. Построенный вокруг многоэтажки образовали своеобразный котлован, куда стекаются все грунтовые воды. В водяной ловушке оказался один частный дом, и тот попадал под территорию застройки. Однако выбраться из него удалось далеко не всем жителям. 50% отселили, 50% оставили. А когда отселили 50%? Так, седьмого осенью вот они съехали. А вам что сказали? Нам сказали, ждите. Много ждали, немножко подождите. Ну так вот мы живем, да. Так вот мы живем в воде. Они уже не живут, живут на кухне. Вот как мы живем. Полы уже покосились. Помочь жителям вызвались неравнодушные горожане. Сосед Татьяна Винокуровой, Артем Малежик, выложил фотографии многострадального дома в интернет. Когда было много воды, у нее мостик снесло. Мостик поставили ей, с досок там соорудили. Вот, и чуть-чуть лопатами. Ну сейчас уже это было в прошлом году, лопатами делали чуть-чуть бороздку, чтобы вода чуть-чуть уходила. Но сейчас она уже никуда не денет. Здесь уже нужно тяжелую технику применять. В этом мокром деле пообещал помочь застройщик прилегающей территории. Как только грунт подсохнет, установят бетонные мостки. Но жить дальше в потупленном доме опасно. Переселению мешают юридические сложности. Сносить здание застройщик пока не планирует. А у Татьяны на руках не все документы на жилье. Частный дом был построен в 30-е годы прошлого века. Чтобы восстановить утерянные бумаги, придется постараться. Сейчас ситуацией вплотную занялась администрация железнодорожного района Самары. Татьяна Александровна, дадим полную консультацию, какие необходимы документы сдать, чтобы эта семья встала на очередь как нуждающейся в жилом помещении. А также сейчас запланировали заседание чрезвычайной комиссии. И будем выходить в город тоже с просьбой выделить хотя бы маневренный фонд. Татьяна Александровна принимает разрешение. Согласится она переехать в этот маневренный фонд. Не согласится, то мы считаем, что действительно в этом доме жить достаточно опасно. Пока воду вокруг дома откачали сотрудники муниципального предприятия инженерные системы. Анастасия Зубрева, Константин Головин, Сергей Баскин. События.